Баклажаны 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 Царю небесным Утешителю Души истины И живет Девцы И вся исполняя Сокровища благих И жизни Неподателю Приди Вселенные И очистены От всякие скверны И спаси Блаже души Наши Отец наш Небесный Молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя нашего Прибудь с нами Избавь нас от всякого рода зла Господа Просвети наши очи мысленные И сердца Господи Не дай нам уклоняться ни влево ни вправо Но рассуждать всегда по истине Твоей И следуй всегда по окровальным Твоим стопам Научи нас истине Твоей так Чтобы мы могли нанести ее людям Не знающим Тебя погибающим во тьме неверия Тебе слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне всегда и во веки веков Аминь Я думал что меньше будет Нас сегодня Передай Слава Богу Аллилуйя А вот вчера было всего двенадцать Один Одно и то же Ну каждый раз Одно и то же Ну как надоело А вот вспомните Когда вы были маленькими Отец и мать всегда одно и то же нам говорили Не лезь туда Не ходи туда Не делай этого Делай вот так И много ли мы слушали Как той песни Ох мамонька Как же ты была права Каталась не с тем На саночках Это потом оказывается Как бы нам не оказаться В такой ситуации Что поздно уже было Не слушали мы А наша церковь Она как мазь родная Опять постоянно Говорит нам одно и то же О чем О богоустроении О домостроительстве Божьем И о спасении нашей души А что нам еще нужно-то Только это и нужно Нам оказывается И вот как Какая сегодня была просто Замечательная проповедь Брат такую проповедь Я нам Почитал сегодня Что мне делать Вот я каждый день Сколько есть у меня силы Взываю Отстаньте от зрелищ И многие смеются над нами Отстаньте от клятвы От любостяжания И множество Мы предлагаем Увещеваний И никто не слушает Но я не беседую Ночью Но я не беседую Ночью Желал бы я делать это И ночью При ваших трапезах Если бы было Возможно разделиться Мне на тысячи частей Прийти к вам И беседовать Но если и теперь Когда мы Призываем вас Однажды В неделю Вы ленитесь И одни вовсе Не приходите А другие пришедшие Отходите Не получив Никакой пользы То чего вы не сделали бы То чего Чего бы И чего Вы не сделали бы Если бы мы совершали Это постоянно Что же нам делать Многие я знаю Даже поносят нас за то Что мы всегда говорим Об одном и том же Так мы надоели им Но виной этому не мы А сами слушатели Кто исправился Тот радуется Слыша одно и то же Потому что слышит Как бы похвалы себе А кто не хочет исправиться Тот тяготится И услышав о чем-нибудь Только дважды Воображает Что слышит это много раз Это про нас? Угу Вот оно Слово Божие Живо и действенно Апостол Павел говорил К слушателям своим В то время А ты это для нас А в одном и том же Так что Прошу вас братья Делайте дела так Чтобы можно было В субботу Быть на службе Потому что Литургия начинается В субботу Вы думаете У меня Меньше дел Чем у вас Я бегу сюда Вот Боюсь Опоздать Бывает что опаздываю Но Простите меня Вы и Господь меня простит Давайте Будем Все таки И Поверьте Успеваю Больше чем Если бы я не приходил Я в этом убедился Вот Попробуйте Только Хотя бы Раза три И поймете Что успеете Больше чем Тогда Когда вы не приходите Сюда В субботу Марина хотела Всем поклонов Игоря Он уехал в поле Хочется сказать Наконец-то Потому что Он весь истомился Уже здесь У него непонятная была ситуация В его артилях Которой он работал То есть В прошлый сезон У него было два несчастных случая По пьянке С летальным исходом С летальным исходом И технику там испортили Заезжали в болото Только пьянка В нерабочее время То есть Никакой нарушения техники безопасности не было Но тем не менее Было очень много проверяющих Естественно Были всякие штрафы Ну и видимо Хозяин артели Из-за этого Немножечко огорчился И у них была непонятная ситуация В поле Игоря не звали Несколько месяцев Он сидел без работы Без денег Ему говорили Работает с документацией Он работал с документацией Но хотелось Уже Он у нас полевой агент Что называется В конце концов Мы подали заявку На сайт По трудоустройству Нашли ему работу И вот он на прошлой неделе Уехал в новую артель Звонил несколько раз Ну вот если кто-то расположен В новую артель? В новую артель В горном Алтае Помоги Господи Ну вот кто расположен Помолитесь Что там было благополучно Я спросила Как там Отношения Как люди Он говорит Отношения Полный капитализм То есть каждый Занимается своим делом Если тут вот и пили И постоянно к нему там Цеплялись То что верующие Борода И все такое То в этом В этой артели Этого нет То есть каждый делает Своё дело Никто не цепляется Там охрана с оружием ходит То есть никакой Ни пьяных Ничего этого нету Вот так что дисциплина Да Хорошая Ну Не знаю как что Вот он скорее всего Заехал на вахту Вахта идет где-то Примерно три недели Ну вот вернется После первой вахты Что-то уже Будет конкретно Понятно Ну и Господи Спасибо Спасибо Ну а болящих Страждащих Это на подменичном Ой ну Слышали сейчас Все те же У нас бабушки пока Все живы Здоровы Ну как здоровы Относительно Относительно Да Ну Любовь Петровна Молитесь за нее Продолжайте Плоховас Плоховас Себе чувствует Она не лежит Еще Ну она ходит Потихоньку Она ходит Все равно Но после операции Еще и здесь у нее все болит Ну Болит Еще Вот Ну и так Настя наша Основная забота Подойдите Кто еще будет Уходить к Насте Пойдет еще На недельки Подойдите пожалуйста Скажите мне И подумаем Какое время Чтобы в одно время Я помню Она предложила Может быть мы можем Какую-то помощь вам оказать И она попросила Там Роман же у нее строитель Приди вот тут Своим строительным глазом Посмотри Им нужна углярка У них уголь Хранится Просто Что Ну Уголь Уголь Буквально зимой Добываем То есть они его привозят Вот так осенью Потом весь В снегу Ну представьте Что это Мы говорит Вкопали столбы Для углярки Теперь надо это все Обшить Ваня он Хороший помощник В лагере он себя показал Хорошо Но сам Пацан не сделает этого То есть нужна мужская сила Да И Роман с Аленкой ездили Ну вот как они по строительным Вот этим вопросам Наездили Я конкретно ничего не знаю Ездили в прошлое воскресенье И она просила Я говорю так Она меня сначала попросила Может быть в общине Кто-то из братьев съездит Как-то посмотрит Поможет Может быть А потом она сказала Пока не нужно братьям из общины А вот пусть Рома съездит Как бы чтобы Потому что Андрей действительно Настроен Не очень К нам расположен А Роману Возможно и не будет Так вот рычать На Роману Как на наших братьях Вот Но как я поняла Что его не было Дома Когда они приезжали Поэтому Не было 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 А что они порешали помочь Я не знаю Еще Еще Ну здесь Хорошо Скажите мы Поговорили Что письмо Может быть Как-то составить письмо Ей там Просто Невозможно Когда будет Когда будет Инвалидность Будем Иначе Мы потеряли все Все кружки И потом В школу Обратно вернуться Это будет Нереально Потому что там Школу Детей заберут Обратно Они их туда не вернут Заканчивается 9 класс У Вани Нужно все это делать На одном месте И она сказала Что дети Мне дома нужны Предлагала Потерять Детей Для обучения в школе Чтобы поддержать школу Ту Которая есть Потому что детей мало Ну и на это она тоже сказала Что мне нужны Дети в помощь Я инвалид Мне сейчас нужен уход Помощь нужна По хозяйству И дома Поэтому Пока все останется так Только помощь Если возможно Какая-то На месте Ну да Придется Если хозяин дома Нас пустит С нашей помощью Ну почему не пустит Если без нравового учения Просто помочь Поддержать Не надо Все скажут Помочь Если кто может Ну еще Еще по Насте Значит Дорогие братья и сестры На этой неделе На предстоящей неделе Ее уже выпишут Ну Встает Острый вопрос О продолжении Лечения Вы понимаете Лечение очень сложное Трудная Химиотерапия Так называемая Вот у меня Просьба К вам здесь сидящим Присутствующим Тем кто не присутствует Всем расскажите И вот Обращаюсь ко всем Кто смотрит этот ролик Братья и сестры Дорогие мои Помолитесь крепко У меня Большая дилемма То есть Первый вопрос Нужно ли Проводить эту химиотерапию Или Да будет воля Твоя Господи Второй вопрос Какую химиотерапию Проводить То ли ту Которую нам предложат Здесь в онкоиспансерии Это нужно будет идти Мне договариваться Там с Ночмедом Онкоцентра С химиотерапевтами Разговаривать С выписками Со всеми Что есть у нас В больнице Что там было и сделано То есть С хирургической стороны Сделано максимально возможно Теперь нужно Подавить Вот эти клетки Которые остались Там опухолевые клетки В этом организме Они могут дать Тем более После оперативного Несательства У молодых Это вспыхивает очень быстро 3-6 месяцев Такой прогноз Но Вот Химиотерапия Один вариант Значит Который здесь у нас есть Из того что Есть у нас Зарегистрированы Какие-то препараты В Российской Федерации Второй момент Я уже несколько раз Выходил на Израиль Почему-то у меня Так вот Возникла такая мысль Я вышел на Израиль В Израиле Там мне Проконсультировали В одном месте Втором месте Значит Первая была Консультация о том Чтобы поехать туда И пролечиться И вернуться сюда Полтора миллиона Рублей На климатизацию Значит После этого Ну естественно Это нереально совершенно После этого Я подумал о том Что может быть Проконсультировать Заочно С тем Чтобы получить Рекомендацию По конкретному схеме Химиотерапии Значит В одном варианте Это Клиника Рамбам Хайфа Израиль Там они Сказали что Да можно это сделать Только нужно Подробнейшую выписку Там фотографии Все это нужно приложить Анализы Динамики И Если На русском языке Это будет 520 долларов Стоит Если На английском языке Перевести То 400 долларов Вот Потом Я Поговорил Консультировал Еще этот материал На наличие Так называемых ХИАДВА рецепторов В опухоли С тем Чтобы Конкретно уже здесь Проводить химиотерапию От этого Зависело какую Схему Избрать Бонки Спансерии Определили Что Эта опухоль Негативна К этому То есть Не экспрессирует Этот антиген На своих клетках Эта опухоль Это хуже Но Он мне сказал Что Да вот можно Там все таки Получить консультацию Где он был на учебе Недели три назад Он там две недели учился Как раз В клинике Ну и вот он дал мне телефон Я позвонил Это уже Сапир клиник Другая клиника Мне Значит Предложили там Такую Схему Вернее прайс такой Там Консультация Гастроэнтеролога Восемьсот долларов Консультация Онколога Восемьсот долларов Консультация Там Онколога Этого Химиотерапевта Значит Пересмотр Препаратов Которые у нас здесь были сделаны Это Четыреста долларов Вот посмотрите Вот у нас стоит Четыреста семьдесят рублей Там четыреста долларов Посмотрите То что я делаю Работа наша Как оценивается Вот Потом значит Нужно МСА Антиген там Для того чтобы определить Нужна иммунотерапия Или нет Это Только делается в Израиле Значит Девятьсот восемьдесят долларов В общем Получается Четыре тысячи долларов А если убрать там Часть вот там Консультации там Получается где-то Около двух тысяч долларов Вот Такая вот Раскладка То есть Вот такие вот Дилеммы у меня То ли То ли обращаться То ли не обращаться Я попытался выйти на Наталью Приходько Гайлочка мне дала Связала с ними И Позвонила мне Наталья Мы с ней поговорили Так было приятно Так радостно было Слышать ее Я столько лет Не слышал и не видел Вот Потом мы Поговорили Позвонил мне Валера С Валерой Поговорили Ну достаточно Такая была связь Не очень хорошая Но он мне потом Выслал на мой Емейл адрес Статью по химиотерапии Там На современном уровне На английском языке Я прочитал Конечно Это все Мало доступно нам Потому что там Препараты Наверняка Которые У нас Не зарегистрированы Ну и вот Опять же встает вопрос Если даже Предложат нам схему Химиотерапии из Израиля Или там Скажем у него есть У этого Валеры Друг его Онколог Детский Может быть он Проконсультирует там Может быть там оттуда Эту схему пришлют Но Встает вопрос Будут ли наши Химиотерапевты Лечить по этой схеме Вот в чем вопрос Это первое У них свои протоколы У них свои Да у них свои протоколы Свои рекомендации Вот И даже если согласятся То потом надо будет Доставать эти препараты Либо через интернет Аптеки Либо опять же Вот С помощью Наташи Оттуда Опять Встает вопрос Пустят ли эти препараты Через таможню Вопросов больше Чем ответы Ну и вот Хотела сказать Что у отделенных Есть тоже большая семья Мама у них Онкологически была больная И она вышла замок Такой очень достаточно Обеспеченный человек У них своя строительная компания Они ее Возили в Израиль Неоднократно Проводили химиотерапию И Итог был Возили в Израиле Лечился И денег вообще не жалел У нас тоже Возили в Израиле Возили в Израиле Возили в Израиле Возили в Израиле В любом случае Это тяжелое заболевание Вопрос идет ремиссию Войти в ремиссию Или не хватит Давай Евангелие почитаю Ну Это может целый день Возили в Израиле И это С нашей стороны Будет В России Это будет проводиться Если Приходько обещает Помочь Медикаментами Вот этой Химией То Вот этот вариант Можно использовать Что мы можем Но Прежде Проработать Что Могут ли нам Отправить медикаменты Вот это Проконсультироваться Тогда Диагностику Можно И тут Нужно договориться Чтобы здесь Врачи Если Примут Эту Вот Эти Два Варианта Прорешать А потом Проплатить Которые нам Помощь оказали Люди Вот Теперь суммируя То что Сегодня мы сейчас поговорили Я думаю так У меня выстраивается Такая позиция Я иду Вонг Вонг Центр Договариваюсь С химиотерапевтами С начмедом В том плане Что вот Мы можем проконсультироваться Скажем Про Электронной почте С Этой Клиникой Примут ли они Схему Которую Тогда Мы будем Как то По интернет аптеке Или другими способами Получать Эти препараты Чтобы пролечить Таким вот образом Ну Одним словом Молитесь Чтобы Господь Вразумил меня Чтобы Господь Расположил Сердца Начальствующих Владимир Начмет Диспансера Онкоцентра Владимир Его зовут Владимир Алексеевич Глубенников Вот Ну и И всех Кто Расположен Кто Может быть задействован В этом Ну и Молитесь Чтобы Господь По-прежнему Сохранил Оптимизм У Анастасии И вот Такого оптимизма Дай Бог Каждому Она настроена Очень по-боевому И уповает на Господа Но и сама Сама стремится Она стремится Она двигается Она вот Все что Необходимо делает Так что Помоги Господи Чтобы у нее не было Ропота и уныния Чтобы это никогда У нее не возникло Чтобы мы ее поддерживаем Да Чтобы Морально Прежде всего И Поддерживать Да Поддерживать Можно я скажу Еще Возникала такая просьба Сестры говорили Что Некоторые приходят И начинают А вот у меня там В родне Был и помер Не надо пожалуйста Вот этими историями Негатива Да Как можно меньше негатива А позитива попозже У нас есть свои Которые были и живые Вот как бы Больше таких историй Понимаете А не так что Подавлять Ну вот тебе Будьте аккуратны В словах Сестры Мы конечно все верующие Понимаем что Смерти нам не избежать Но тем не менее Так Евангелие Поддержите Во имя Отца и Сына и Святаго Духа аминь Аминь Евангелие Евангелие от Иоанна 17 глава 1 по 3 стих После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал Очи Пришел час Прославь Сына Твоего Да и Сын Твой прославит Тебя Так как Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью Да всему что Ты дал Ему даст Он жизнь вечную Сия же есть жизнь вечная Да знаю Тебя единого истинного Бога и просланного Тобою Иисуса Христа Покование Сказав ученикам что они иметь будут скорби и убедив их не унывать Господь одобряет их еще молитвой научая и нас в искушениях оставлять все и прибегать к Богу иначе настоящие слова суть не молитва Но беседа с отцом если в иных случаях Матфея 26.39 он молится и преклоняет колено то не удивляйся сему ибо Христос пришел не для того только чтобы явить себя миру но и для того чтобы научить всякой добродетели А учитель должен учить не словами только но и делами желая показать что идет на страдания не против воли а по собственной воле говорит Отче пришел час Вот он желает этого как чего то приятного и предстоящее дело называет славою и славою не своею только но и отчею Так и было Ибо не сын только прославился но и отец ибо прежде креста его не знали даже иудеи как сказано Израиль меня не познал Исайя 1.3 А после креста вся вселенная притекла к нему Показывает и то в чем состоит слава его и отца Слава Божия в том чтобы уверовала и была благодетельствована всякая плоть ибо благодать не ограничится одними только иудеями но прострется на всю вселенную Сказал это потому что намерен был послать их к язычникам Чтобы они не почли этого нововведения неугодным отцу он объявляет что власть над всякою плотью дана ему от отца Прежде же этого он говорил им на путь к язычникам не ходите Матфея 10.5 Что же значит над всякой плотью Ведь не все же уверовали Но Христос со своей стороны старался всех привести к вере Если же они не внимали ему то в этом вина не учителя но тех которые не принимают его Ибо давать жизнь и при том вечную может только Бог Назвалося единым истинным Богом для отличия от лжеименных богов языческих А не отделяя самого себя от отца Прочь такая мысль Ибо его будучи истинным сыном не может быть Богом ложным а есть истинный Бог Как этот же самый евангелист в соборном послании своем говорит о Господе Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная 1 Иоанна 5.20 Если еретики настаивают что Сын есть Бог ложный Так как Отец назван единым истинным Богом То пусть знают что этот же самый евангелист говорит о Сыне Был свет истинный Иоанна 1.9 Уже ли же по их понятию Отец есть ложный свет Но нет Прочь такая мысль Потому что когда называют Отца истинным Богом То называют его так в отличие от ложных богов языческих Подобно как и в словах Славы которая от единого Бога не ищете Иоанна 5.44 Но по понятию еретиков выйдет Так как Отец единый Бог То Сын вовсе не Бог Но такое заключение поистине безумно Евангелие от Иоанна 17 глава 4.5 стих Разбудите человек спит Я поставил тебя на земле Совершил дело которое ты поручил мне исполнять И ныне прославь меня ты Отче у тебя самого славою Которую я имел у тебя Прежде бытия мира Я открыл имя твое человеком Которых ты дал мне от мира Толкование Ибо на небесах он был прославлен Будучи поклоняем от ангелов А земля не знала его А как Сын всем возвестил о нем То и говорит Я прославил тебя Посеяв богопознание по всей земле И совершив то дело которое ты поручил мне Ибо дело воплощения единородного Было осветить нашу природу Не извернуть миродержца Которого прежде боготворили Насадить богопознание между тварью Как же он совершил это Тогда еще и не начинал Все говорит что мне нужно было сделать Я совершил Да Он сделал то что больше всего Садил в нас корень добра Победив дьявола И самого себя предал Всепожирающему зверю Смерти А от этого корня По необходимости пойдут И блаты богопознания И так говорит Я совершил дело Потому что я посеял Посадил корень А плоды вырастут Естество плоти еще не было прославлено Так как оно не сподоблялось еще ни тление И не приобщалось царского престола Посему то и говорит Прославь меня То есть мое человеческое естество Которое теперь не в чести Которое будет распято И возведено в ту славу Которую я Слово и сын твой Имен у тебя прежде бытия мира Ибо естество человеческое Он с собою посадил На престоле царском И теперь поклоняется ему Всякая тварь Я открыл имя твое человека Мы много раз говорили Что если тогда имя Божие И было известно То одни только иудеи И при том не всем А теперь говорится О язычниках Что им будет известно Имя Божие Так как Христос Дал уже семена богопознания Не изложив дьявола Ведшего идолослужения Иначе Если и знали Бога То знали не как Отца А только как Творца Но сын возвестил о нем Как Отце И словами и делами Дал знать о самом себе А кто доказал Сам о себе Что он Сын Божий Тот очевидно Вместе с собою Дал знать и об Отце Вангелие от Иоанна 17 глава 6-8 стихи Я открыл имя Твое Человекам Которых Ты дал мне От мира Они были Твои И Ты дал их мне И они сохранили Слово Твое Ныне уразумели они Что все Что Ты дал мне От Тебя есть Ибо слова Которые Ты дал мне Я передал им И они приняли И уразумели истинно Что Я ишел от Тебя И уверовали Что Ты послал меня Толкование Господь хочет утвердить Две мысли Одну ту Что Он не противник Отцу А другую Что Отец хочет Чтобы они веровали Сыну Ибо кто верит Христу Тот сохраняет Слово Божие То есть Писание Закон Ибо Писание Возвещает о Христе Ныне говорит Ученики мои узнали Что Я не имею Ничего особенного И что Я Тебе не чужой Но что все Что Ты дал мне Дал не в дар Как созданию Какому-нибудь Ибо это не приобретено Мною Есть от Тебя То есть принадлежит Мне как Сыну И лицу властному Над тем Что принадлежит Отцу Откуда же узнали Это ученики мои Ибо слова Которые Ты дал мне Я передал им То есть из моих слов Из моего учения Ибо Я всегда их учил Тому Что есть От Отца И не только Этому и учил Но и тому учил Что Я Исшел от Тебя И что Ты послал меня Ибо во всем Евангелии Он хотел утвердить Ту истину Что Он Не противник Богу Но исполняет Волю Отца Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина На слова Кто верит Христу Тот сохраняет Слово Божие То есть Писание Комментарий На сегодняшний день Почему развитие Церковной жизни В православной церкви Пошло не по Слову Божию А через бесконечные Наслоения Вымыслы Какие силы Были положены На то Чему нет Никакого Оправдания В Библии Если на священнике Нет И Петрахили Поручий Или еще чего-то Все остановится Служить нельзя А Библии Нет Тысячи лет И все строгости Которые Бог Высказал Относительно Слова Божия Все угрозы Касающиеся Сокрытия Хотя бы единого Слова В Священном Писании Все это Переложили На Богослужение От которого Теперь нельзя Ни отнять Ни прибавить Чего проще Было бы сегодня Собраться Все вместе Даже в одной Епархии Когда священники Съезжаются На исповедь И каждому Бы из них Поставить вопрос Верят ли они В Бога И Слово Его Проповедуют ли Чисто Евангелие Или Насаждают Вымыслы Человеческие В постовах Неужели нет Ни одного Прозорливого Христианина Который Мог бы Так Поставить Вопросы И Нелюбовь К Христу К Библии Определить Как Духовную Гибель И за Все Что было Говорено Вопреки Слову Божию На всех Наложить Анафему Апостол Павел Клятвоем И страшными Угрозами За изменение Истинного Благовестия Грозит Даже Небу И всем Апостолам Своим Соратникам Ибо Кто Верит Христу Тот Сохраняет Слово Божие То есть Писание Закон Первое Послание Коринфянам 16 глава 22 стих Кто Не любит Господа Иисуса Христа Анафема Маран Афа И послание Галатам 1.8 Но Если бы Даже мы Или Ангел С неба Стал Благовестовать Вам Не то Что мы Благовестовали Вам Да Будет Анафема Игалатам 1.9 Как Прежде Мы Сказали Так И Теперь Еще Говорю Кто Благовествует Вам Не то Что Вы Приняли Да Будет Анафема Еще раз Повторяются Слова Блаженного Филакта Ибо Кто Верит Христу Тот Сохраняет Слово Божие То есть Писание Кто Не Сохраняет Слово Божие Тот Оказывается Не верит И Христу Хотя Бо И Казался Верующим Спасибо Христос Спасибо Люди У нас Есть гости Я думаю Что Надо дать Слово И Завтра Улетают Уже Эти гости Да Расскажите О себе Расскажите Причину Здесь Появления Что Было Там В Потеряевке Что Понравилось Что Не Понравилось Какой Опыт Вы впервые Здесь Или нет Расскажите О себе Просто Мой первый раз Здесь Вы кто Представьтесь Меня Мария Мы из Канады Я с тремя Детьми Это Мои дочери И мой сын Егор Как их зовут Егор Егор Лиза И Маша Все дети Да Здесь Нет Еще Твоя Старших Они Долго Приехали В Потеряевку Потому что Егор В прошлом году Здесь Был Ему Очень Понравилось Нам Понравились Изменения К лучшему В нем И мы Теперь Решили Приехать Даже Поменялся Он В чем Ну Конечно Это Хорошо Есть Плоды Да А вы В смысле В Канаде Где там родились Нет Мы туда уехали 17 лет назад Муж получил работу Там Мы уехали И вот Трех детей Там Муж И Руси Муж И Руси Да Хорошо Здорово Ну где живете Там В Канаде Не в Торонто Нет В четырех часах Езды от Торонто Маленький город На границе С Америкой Какой там У вас приход Человек 50 Я думаю Приход Зарубежный Зарубежный Зарубежная Церковь По закраблению Митрополита Виталия 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 Понятно Что вам там Понравилось Понравилось Что-то вас не устроило Находясь в Потеряевке Как у вас Прошло крещение Вот так Какие-то у вас Есть такие Впечатления Какие Мы не крестились На крещение Были Впечатления Хорошие Нам все понравилось В общем-то Непривычно Необычно Конечно Мы из города Что кто-то из вас Не крещеные есть? Дети крещеные? Дети крещеные Но Как всегда Крещеные Только погружение Крещена была Мария А вы там работаете? Я работаю Немножко Только Сколько Можете Конечно Спасибо Пять Русский язык У вас Только в семье? Старательно Поддерживаем Молодцы Говорят дети На русском языке Говорят Дома Только на русском И там есть В Америке Есть русская школа По субботам Вот мы туда Возим детей За границу Восемь в школу Ну и там Учителя профессиональные Занимаются Русские А старшие дети Они с вами живут Или они уже свои дети? Один в университете Отдельно живет Другая Семьи нет Но закончил университет Работает Уехала на сеть Верующие В храм не ходят? Не знаю Думаю, что Нет 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 Язык дети учат Английский? Французский? На английском В школе Все на английском Поэтому английский В школе учат Французский Как второй язык То есть три языка Одновременно Ну да, тебе слово Хотела добавить, что еще в школе учат китайский Ну немножко Что бы хотелось изменить, что улучшить? Изменить? Где? В Потеряевке Потеряевке Не надо ничего менять в Потеряевке Улучшить? Не надо ничего менять в Потеряевке А вы там жите в городе? В городе Небольшой Или дом? Нет, у нас дом Дом свой, да? И вот что мне хочется сказать Ничего не хочется сказать Ну ты второй раз уже Есть какие-то Изменения Лучше стало, хуже По сравнению Вот до Роспотребнадзора И после Какие изменения Ты почувствовал? Раньше мы обедали с комарами А теперь отдельно Спасибо Роспотребнадзору Не зря работа проведена Не зря налоги платим Да? Слава Богу Без комаров лучше, правильно? Как хорошо, что теперь У нас дом Что в доме Как раньше Это вот Какого не было Спаси Христос, Мария Ангелы Хранители Вам Молитесь о нас Мы будем о Вас молиться Так что наше знакомство Оно не случайно Все у Господа Было выверено Заранее Что Вы здесь будете На нашей земле Бог даст Сидимся еще Ангелы Хранители Вам Там провод уже заканчивается Молитесь о путешествующих Мария Под клеенкой Егор Георгий Под клеенкой В проводе Георгия Елизавета Мария Под клеенкой Под клеенкой Под столом Мы сначала на неделю Задержимся у Утробавушки Утробавушки И утробавушки На 9 августа На 9 августа На неделю путешествуют Нет Там провод За сколько дней молиться На 9 августа На 9 августа Да У кого есть слово еще Братья и сестры Сестры баночки А Настя передала Чьи пожалуйста Разберите Ну и в конце Есть такая информация Сегодня день ангела У Марины Дебуновой Маргариты День рождения У Варвары В субботу У Алифтины И Юлии Были Потеряйки Потеряйки Алифтина Алифтина Вот эту нужно Сергей Павлович Примедельник путешествующий Так что молитесь о нем Ну и естественно Всегда помните О брате Сергее Который из Воронежа Помните что Его нужно всегда Помнить Его маму На молитве Нести на крыльях Молитвы Многое лето Упомянутым Марине Маргарите Варваре Многое лето 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 Предстоит операция. И Никита второй неделе лежит дома, разбив связки говеностопного сустава. Устроен был на работу не официально, поэтому не больничного, ничего. Он прыгнул котлованный, скользко. Кто знает, моя мама Валентина Орефина лежит в больнице. У нее сосуды. У нее было очень-очень плохо. Она чуть не умерла. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распределений, от беззакония, которые в тайне. Остави делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изященное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Его. Дух Святой да оставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Абва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Занятие сегодня, значит, продолжение. Песнопение, трапеза и занятие по Слову Божию.